МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Леонидович, об итогах предлагаю поговорить чуть позже, а сейчас о теме, которая у всех на слуху, это нетрезвые водители, аварии с нетрезвыми водителями. Сколько их произошло с начала года и сколько человек погибло? Сложный 2017 год и 2016 окончание было. Регистрировали ДТП по причине пьяных водителей. И 2017 год начали в январе месяце. Зарегистрировано было 4 ДТП по причине управления в состоянии алкогольного опьянения. Три человека погибло, 13 ранено. Большая тяжесть последствий от этих ДТП. Здесь, конечно, статистика неутешительная. Если взять статистику административных правонарушений, с начала года мы задержали уже практически 95 водителей. Уже к 100 подходит за неполные два месяца. Водители, к сожалению, расслабились, то ли продолжают отмечать Новый год, садятся за руль, совершают ДТП, как с материальным ущербом, так и с тяжкими последствиями. Поэтому можно назвать, что маленькая война идет на территории города Череповца, которую необходимо вмешаться, прекратить и вовремя предотвратить дорожно-транспортное происшествие с помощью граждан и ГИБДД. Ну вот я так понимаю, пьяные водители выявляются не только по ночам, и когда ГИБДД работает в усиленном режиме, рейды по нетрезвым водителям. Как много и днем водителей таких попадается, не боятся ездить? Есть водители, которые в немновремя выявляются, особенно на федеральных дорогах, откуда-то в деревне выпили, утром встали, поехали на работу. Конечно же, свидетельствование о себе не проводят водители. Все чувствуют себя прекрасно, когда останавливают сотрудники. Но статистика, еще раз говорю, неутешительна. Это и время реакции у данной категории водители увеличиваться. Могут уснуть за рулем невнимательно, грубо нарушают правила дорожного движения. То есть, если сейчас взять по анализу, то, наверное, даже в дневное и утреннее время мы больше снимаем нетрезвых водителей, чем в ночное время. И если взять даже субботу, воскресенье, на неделе сейчас идет всплеск управления, скажем, в нетрезвом состоянии. Именно на неделе, когда кажется, что людям надо работать. Категория граждан у нас различна. Если взять все-таки основное, это, наверное, от 20 до 27-28 лет, так скажем, категория, которая попадается в нетрезвом состоянии. Ну, сейчас в последнее время беспокоят у нас водителей в состоянии наркотического опьянения. За прошлый год статистика выросла количество. Если в 2015 году было 2 ДТП, зарегистрированные по причине управления в наркотическом опьянении, то в 2016 году 9 ДТП по причине того, что водители находились в состоянии наркотического опьянения. Сотрудники больше стали доставлять наркологический диспансер для свидетельствования, чтобы установить вовремя данного водителя, что он управляет состоянием наркотического опьянения, вовремя отстранить. Ну и там уже, соответственно, чтобы и медицинские службы поставили данную категорию лица на контроль. И потом уже было сложнее ему получить после лишения водительского удостоверения. А насколько трудно выявлять водителем наркотического опьянения? В принципе, если пьяный, то запах сразу идет алкоголя, а в наркотическом такого запаха может и не быть. Да, сейчас есть, наверное, как для сотрудников ГИБДД, две степени наркотического опьянения. Это когда первая степень, это водитель, он окружающую обстановку не воспринимает, останавливается, понять не может, где находится. Есть такие, да, у нас. Но сейчас больше вторая степень, это когда уже сложно определить, допустим, это курение с различных спайсов, управление, если только покурил, зрачки расширяются, то на второй-третий день уже сложно определить употребление каких-то наркотических веществ. Здесь только после экспертизы возможно определить. Но данное граждане также опасно, которое периодически, регулярно, в течение недели употребляет, курят. От этого, конечно же, притупляется внимание. И еще раз говорю, происходит дорожно-транспортное происшествие при управлении транспортными средствами. Ну, помним случай, когда в прошлом году водитель наркотического опьянения совершил столкновение, тут же заснул и, собственно говоря, совершенно не понимал, где он находился. Да, совершенно правильно. Ну и в этом году у нас есть уже дорожно-транспортное происшествие на Северном шоссе, где два водителя находились в состоянии наркотического опьянения. Один виновный, И второй двигался навстречу невиновным. Тоже подтвердилось наркотическое мнение. То есть, получается, четыре автомобиля и два. Да, совершенно правильно. Вот что поясняют на месте инспекторам такие водители? Что вообще говорят в свое оправдание? Вот раньше были версии, с девушкой поругался, а сейчас что? Ну, здесь сложно инспектору вести, наверное, переговоры с водителем, выяснять причины. Конечно, если взять ту цифру, там 95 водителей, наверное, сотрудники предотвратили еще несколько смертей. Кого-то спасли от тюрьмы, наверное, кого-то спасли жизнь чью-то. Водитель пьяный не понимает, что может через 300-400 метров он грубо нарушит правила дорожного движения и совершит какое-то страшное ДТП, которое потом будет не вернуть. Ну, здесь, конечно же, самое первое у нетрезвых водителей, что все они едут аккуратно, не нарушают, выпили мало. Вожу лучше, чем еще и в трезвом виде, как вы говорите. Совершенно правильно. И прекрасно доберутся домой. Ну, здесь, конечно же, закон есть закон. Ну, и мы должны понимать, все-таки мы должны изобличать таких водителей при помощи горожан, при помощи нас. Все-таки водитель, который садится за руль в пьяном виде, это потенциальный убийца. Да, первый раз, наверное, повезло. Кому-то, может, повезло первый раз. Недостаточно сотрудников на улицах города. Кто-то 2-3 раза проехал нормально. Ну, а третий раз может уже и не проехать нормально, совершить ДТП. Где-то кто-то ездил, может, в деревне, где нет сотрудников ГИБДД, съездить до магазина, в лес. С леса приехать на рыбалку с рыбалки. Ну, это потом оборачиваться плачевными событиями уже здесь, где большое количество транспорта. Поэтому будем работать в отношении данной категории. Ну, вообще, вот самое распространенное, что говорят водители, нетрезвые сотрудниками ГИБДД, по вашей вине, я теперь лишился водительского удостоверения. А вообще, насколько вот часто ведут себя неадекватно именно и какие-то предъявляют претензии начинают и винить всех вокруг в своем каком-то отношении? Есть. Именно, наверное, домашняя драма или какое-то состояние в семье пытается... Пьяный водитель... Понятно, что алкоголь не всегда полезен водителю. Тем более здесь при управлении он понимает, что транспортные средства будут забраны на штрафную стоянку. Он будет отстранен от управления. Лишение водительского удостоверения. Если еще работа связана с транспортными средствами, они только тогда понимают, что сейчас будут определенные в отношении них приняты меры. Ну, конечно же, кто-то пытается ругать сотрудников. Есть водители, которые с пониманием относятся и потом говорят спасибо, что в свое время вы предотвратили, теперь я не пью. И жизнь моя наладилась и идет нормально. Ну, а есть та категория водителей, которые пили, так скажем, пытаются пить и, наверное, будут пить. Если взять ту же уголовную ответственность, в 2015 году мы отстранили 83 водителя, которые подпадали под статью 264 Уголовного кодекса, Прим-1. В 2016 году уже практически 140 таких водителей отстранено. То есть мы понимаем, что та категория, которая, наверное, пьет, их не останавливает. Ни большие штрафы, ни исправительные работы, ни то, что транспортные средства помещаются на штрафную стоянку, они продолжают пить. И это самое страшное. Вот ту категорию мы должны вовремя извлечь из-за руля, чтобы они не причинили беду. А вот вы следите, кстати, за так называемыми повторниками. Какое наказание им все-таки дают? Хоть кого-нибудь у нас посадили? Ну, в основном штрафы и исправ работы идут, наказания. Ну, все-таки полагают, что водители исправятся. И, как правило, когда идет уголовное дело, возбуждается уголовное дело, водители осознают уже после возбуждения уголовного дела. Как правило, это всегда положительные характеристики с места работы. В семье это прекрасно, семьянины. Ну, к сожалению, чего не скажешь про дорожное движение. За рулем автомашин шалят. Вот, кстати, если возвращаться к неадекватному поведению, узнавали опыт других регионов. Вот там за оскорбление сотрудника полиции или какие-то действия, ну, получают достаточно серьезное наказание. Вот как у нас с этим? Ну, у нас также есть, если, конечно же, водитель совершает противоправное действие в отношении сотрудника полиции, материалы передаются в следственный комитет, возбуждаются уголовные дела. Ну, здесь доходит до суда, есть и реальные сроки, когда водители осуждают за то, что причинили телесное повреждение. Ну, если это высказывание в словесной форме, что, наверное, часто бывает, особенно у женщин, девушек, которых отстраняют от управления в состоянии алкогольного опьянения. Мы провели статистику, хамства у девушек намного больше. Почему-то они вот считают, что сотрудник занимается не своим делом и продолжает хамить. Ну, здесь мы пресекаем это, доставляем и в отделы полиции для разбирательства, ну, и если это в рамках уголовного дела, передаем материалом в следственный комитет. Давайте напомним, какие штрафы предусмотрены все-таки для заезду в нетрезвом виде. Ну, если водитель лишается первый раз водительского удостоверения, штраф 30 тысяч, наверное, когда принималась эта норма закона, законодатель подразумевал, что все-таки это достаточный штраф, да, и он действительно должен, водитель несет финансовую нагрузку. За повторность штраф и 50 тысяч, а если это касается уголовных статей, там штраф и 200-300 тысяч. Ну, здесь, конечно же, мы понимаем, что данный пьяный водитель, совершая правонарушение, лишается водительского удостоверения, и материальную ответственность, наверное, несет вся семья. То есть ему необходимо заплатить штрафы. Если он вовремя не платит штрафы, уже судебные приставы могут описывать имущество, изымать имущество. Здесь, наверное, мы все ближе подходим к тому, что все-таки у пьяных водителей необходимо конфисковывать автомобили, чтобы именно они несли финансовую нагрузку за совершенное деяние. Не страдали его дети, родственники, жена или муж. С какого момента идет срок лишения водительского удостоверения, потому что попадаются такие водители на дороге инспекторам, которые вроде как с водительским, а потом выясняется, что когда-то их его лишили. Ну, если в суде вынесено постановление, оно вступает в законную силу, суд указывает, с какого момента водитель может в течение 10 дней обжаловать постановление. Но если постановление наступило в законную силу, водитель должен сдать водительское удостоверение, и с момента сдачи начинается течение срока лишения. Ну вот тоже такой рейтинговый вопрос, который водители озвучивают и в соцсетях, и нам звонят о том, как получить водительское удостоверение после лишения, то есть какая процедура. Ну, здесь процедура для кого-то она несложна, кому-то есть время пройти медицинскую комиссию после лишения, получить справку, что водитель годен к управлению транспортными средствами определенных категорий, каких он был лишен, ну и прийти к нам, сдать правила дорожного движения. Это, к сожалению, на сегодняшний день не у всех получается, процент там очень низкий. Но это положительная норма, что водители после лишения все-таки вспоминают знания правил дорожного движения, стараются сдать и получить водительское удостоверение. Ну, а затем, после прохождения медицинской комиссии и сдачи правил дорожного движения, получают водительское удостоверение. Получается, если сдать то же правило, они могут, значит, и не готовятся, опять все, на войс рассчитывают. Да, но здесь все-таки стараются. Они читают правила дорожного движения не с первого раза, но раз в пять приходят к нам, сдают. Кто-то с первого раза сдаёт, кто готовится, кто еще лишен на долгие сроки. А есть водители, которые думают, что сразу сдадут, не получатся, готовятся, приходят, пересдают. Ну и если все-таки говорить об итогах 2016 года, как прошел тот год для Череповецкой госавтоинспекции? Ну, год прошел, так скажем, неоднозначно. Если взять на территории города, у нас погибло в 2016 году 8 человек. Если взять, конечно же, жаль, что и 8 человек погибло. Тем более, самая печальная статистика, что среди них двое детей. Это самая тяжелая, наверное, статистика. Если взять последние 10 лет, это самая низкая цифра смертности на дорогах, именно на территории города Череповца. По статистике, если взять 2006 год, то на территории города гибло 45 человек. И потом эта статистика уменьшалась. И вот 2016 год, это самая низкая цифра. Но еще раз говорю, в связи с тем, что все-таки двое детей погибло, для нас это очень серьезные и печальные факты. Если взять федеральные областные дороги, там статистика неутешительна. Вроде и произведен ремонт федеральной автодороги у Лагданова-Ладога. Прекрасное покрытие, знаки, разметка. Но, к сожалению, смертность была очень высока. Особенно первое полгодие 2016 года. У нас было 17 погибших. По сравнению, что в 2015 году всего трое было погибших на федеральных и областных дорогах. Были значительные меры предприняты. Это и приборы фото-видеофиксации. На опасных километрах работали и сотрудников. Уезжало очень много работать на федеральные областные дороги. 20 погибших – это самая большая цифра. В 2015 году было 19. То есть рост на одного погибшего. Но, опять же, я говорю, каждая жизнь человека, люди гибнут. Гибнут в молодом возрасте, не соблюдая правила дорожного движения, либо по причине другого водителя, который не соблюдают и не уважают правила дорожного движения. Если взять детство, у нас произошел также рост. Но еще, как я сказал, выше двое детей, тем более, погибло. Это печальный факт. Хотя, если взять, опять же, статистику, в 2015 году у нас трое детей погибло. Но, еще раз говорю, когда гибнут люди, вся работа, можно сказать, наша и пропаганды – это неудовлетворительная работа в связи с тем, что гибнут люди. Удалось снизить количество наездов на пешеходных переходах. Впервые, наверное, за многие годы уменьшилось, существенно уменьшилось. Здесь и профилактическая работа средств массовой информации, и пешеходов, и самих водителей, которые все-таки стали пропускать пешеходов на нерегулированных пешеходных переходах. Наверное, все-таки надо вспоминать, что водитель управляет, прежде всего, источником повышенной опасности. И он, в первую очередь, несет ответственность за жизнь и здоровье других участников дорожного движения. Ну, а так, конечно же, опять же, если касаясь состояния опьянения, значительный рост произошел – 31 ДТП. По сравнению, что в 2015 году было всего 14 ДТП – значительный рост. Ну, и вот 2017 год – это продолжается. Сейчас основные этапы борьбы будут направлены именно на нетрезвое состояние детства, общественный транспорт. Ну, и федеральные областные дороги и работа должна продолжаться, чтобы не допустить смерть на дорогах и сократить количество пострадавших на дорожно-транспортных происшествиях. Вот сейчас обсуждается вопрос увеличения штрафа для водителей, которые не пропустили пешеходов. Вот очень много возмущений среди граждан. Почему не увеличивают штрафы для самих пешеходов? Потому что мы видим такое некое расхлябанное поведение на дороге. Вот, по вашему мнению, надо ли увеличивать штрафы для пешеходов так же? Ну, мое мнение как частного лица, наверное, не должно учитываться. Я выступаю все-таки от ГИБДД. Мнение ГИБДД – увеличиваются штрафы. Если взять статистику по стране, то она неутешительна. Еще раз говорю, на сегодняшний день, конечно, нерегулированный пешеходный переход – это самая опасная точка на дороге. Мы должны отводить, чтобы не было конфликта участия, да, водитель-пешеход. Это должно быть либо подземный-наземный пешеходный переход, либо регулирование светофоров. Последние годы с администрацией города мы проводим большую работу по сокращению пешеходных переходов, особенно нерегулированных, которые у нас практически через 100 метров были, да, чтобы для удобства перехода нашими пешеходами. Ну и работа будет продолжаться. Здесь, конечно же, если взять еще раз статистику, да, водитель – это ведет источник повышенной опасности. Но мы всегда обращаемся к пешеходам, чтобы пешеход всегда убедился, что транспортное средство остановилось. Если мы видим, что за рулем у нас сидят и наркоманы, в наркотическом опьянении водителей, и в состоянии алкогольного опьянения, и в состоянии в утомленном, и могут отвлечься от управления, пешеходы должны понимать, что наезд он все равно произойдет, если сам пешеход не позаботится о своей безопасности. Убедился, все транспортные средства остановились, переходи дорогу. То, что пешеход имеет преимущество, это понятно, да, на нерегулированном пешеходном переходе имеет преимущество, но жизнь, она одна, и здоровье тоже одно, поэтому каждый должен позаботиться о своем здоровье. У каждого пешеходного перехода сотрудника ГИБДД не выставить, всех водителей мы не можем наказать одноразово, чтобы каждый водитель получил штраф, и всех пешеходов не можем наказать, что они переходят не по правилам, поэтому должно быть взаимное уважение водителей и пешехода, потому что большая часть все-таки водителей, это они когда-то вечером или утром все равно пешеходы, и они должны понимать, что взаимное уважение может вместе принести пользу и снижение аварийности на пешеходные переходы. Спасибо, Александр Леонидович, что пришли к нам в студию. К сожалению, время беседы подошло к концу, хотя тема интересная, можно обсуждать бесконечно правила дорожного движения. Спасибо, приглашайте. Обязательно. Удачи в работе инспекторов, как всегда пожелаю. Ну, а я напоминаю, сегодня у нас в гостях был начальник ГИБДД города Череповца Александр Андреев. Это была программа «Серьезный разговор». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова